Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 июля, завтра 1 августа. И завтра будет выставлен у меня на странице в Одноклассниках каталог и условия заказа. Все, начну с завтрашнего дня. Брысь! Прием заказов. И поэтому я вот сегодня оставшиеся номера в каталоге постараюсь побыстрее описать, чтобы вы, выбирая, могли уже ориентироваться, какой томат, что из себя представляет. Не всегда у меня есть время, потому что... Так, мы остановились номер 91, груша розовая. Я говорила, что он прекрасный, высокий. Сейчас мы начнем вот эти два следующих сорта. Алтайский розовый и алтайский оранжевый. 92 и 93. Это наши, именно районированные для сибирского региона сорта. Поэтому они подойдут и для Урала, и для Дальнего Востока, и для всех прохладных регионов. Потому что мы, и вот Томск, пишут, вот у вас-то хорошо, а у нас-то еще хуже. Я считаю, что нигде нет сильно хорошо, что у вас, что у нас. Везде могут быть и в сентябре заморозки, и в конце мая, и в июне может прихватить. Поэтому вот эти районированные именно крупноплодные томаты, вот алтайский розовый, алтайский оранжевый, очень могут выручить жителей вот таких регионов с непредсказуемой погодой, как у нас. Сибирь, Дальний Восток. 92, алтайский розовый. Салатный крупноплодный сорт, мякоть нежная, сочная, замечательного вкуса. У котенок балуется, брысь, сажик! Для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Среднеспелый период такой-то, такой-то растение эндотерминантное, высотой 1,5 метра, требует подвязки и формирования. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, масса 300-350 до 500 граммов, окраска розовая. Ценность сорта крупноплодность, высокая урожайность, длительность плодоношения. От себя хочу сказать, можете вырастить очень крупные, хорошие плоды, даже без теплицы. На улице прекрасно вызревает. Обыкновенный, круглый такой, ярко-розовый, красивый. Вот он возьмешь его в руку, он тяжелый-тяжелый, мясистый такой. В прошлом году есть видеообзор этого сорта. Вот у кого проблемные регионы, пожалуйста, прошлогодние видеообзоры смотрите. Потому что они, как вы понимаете, в открытом грунте, они крупные, они вызревают очень поздно. Только или в конце августа, или в сентябре. И нынче вы можете не дождаться их видеообзоров, потому что это самые крупные, самые поздние сорта. Смотрите прошлогодние. В прошлом году я все крупноплодные постаралась описать. И вы уже в августе будете видеть и представлять, что из себя представляет этот сорт. К сожалению, у меня нет ни пачки, уже ничего. Просто вот он как из года в год выращиваю. И мне его кто-то дал тоже уже без пачки, без упаковки. Он так идет и идет. Алтайский розовый, очень крупный, очень хороший. Для наших регионов можно вырастить без теплицы. Такой же алтайский оранжевый 93 номер. Только он оранжевый, такой желто-оранжевый, тоже салатный, крупноплодный. Можно выращивать и в открытом грунте, пленочных теплицах, среднеспелые, растения эндотерминатные. А забыла сказать, они оба высокие, вот полтора метра, почти с человека ростом. И обязательно подвязывать, обязательно формировать. Если вы не будете формировать, плоды будут мельчать. Такой же, он плоско-округлый, но вот такой же как розовый, только оранжевый. Мякоть ярко-оранжевая и очень вкусный, очень сладкий. Номер 94 королевский, это совсем другой. Крупноплодный высокоурожайный сорт с продолжительным периодом плодоношения. Созревает 110-120 дней, растение детерминатное. Если те были высокие, то эти вот низкие, королевские, я его высаживаю в теплицу. Я нынче показывала, он у меня был, выращивался в 5-литровых баклушах и поспел один из первых. Его я посадила в теплицу, потому что он невысокий, очень удобно. Он сформирует свой плод, ну тут написано 68 сантиметров, он так и вырастает. Плоды от круглой формы, красные, с розовым оттенком, мясистые, 250-300 грамм. Этот помельче, чем алтайский розовый, алтайский оранжевый. Он именно вот такой, как с яблочко, превосходного вкуса. Я уже делала дегустацию в виде обзора, вы можете посмотреть. Идеальный сорт, кто не любит возиться с высокими, с высоченными. Вот этот вам вырастет по пояс, все будет весь вот такими стандартными. Очень красивый, у него эстетический, вот такой вид красивый. Они глянцевые такие, все одинаковые, нет ни уродливых, никаких. 95 славянский шедевр. Среднеспелый, индетерминантный, высотой 1,5 метра. Плоды мясистые, округлые, массой 150-400 грамм. Выращивается и в открытом, и в закрытом грунте. Срок 100-120 дней. Ценность сорта за сухоустойчивость, урожайную, отличные вкусовые качества. Это вот высокорослый. Дальше идет 96 шахерезада, томатный персик, про который уже все есть. Я его показывала и в рассаде, говорила, что это сказочный сорт. И нынче в огороде показывала. Кто хочет посмотреть в спелом виде, смотрите прошлогодние видеообзоры. Нынче он только начал спеть, и вот такого еще полной картины для видеообзора нет. Необычайно интересный крупноплодный сорт с красивыми бархатистыми листьями, плодами. Растение ярко выделяется на фоне других сортов. Крупный, ярко опушенный, темно-зеленый листвой. Вкус детерминатный, высота 1 метр. Но это неправильно, они пишут высотой до 1 метра. У меня он уже вырос 1,20-1,30 метра на улице. Я показывала вам, с меня ростом даже 1,50 метра. Плоды по форме цилиндрические с носиком напоминают крупные бархатистые оранжево-красные персики. Шутку можно назвать этот сорт томатным персиком. Томаты плотные, очень вкусные, массой 200-300 грамм. Причем при выращивании в один стебель плоды крупные, а без посынкования мельчают. Прекрасно подходит. Ну, короче, все это ясно и можно выращивать в открытом грунте в пленочных теплицах. Скажу сразу, я выращиваю без посынкования, я не формирую там 1 или 2 стебля. У меня вот они не 300 грамм, а ближе к 200, 180, 200, может быть даже 150. У меня они именно размер с такой крупный персик. Скажу сразу, какой недостаток многие отмечают. У меня вот кто берет рассаду, все она красивая, это шахерезада, и сказочный сорт, и все. Но не все любят есть лохматые вот эти помидорки. Некоторые это указывают как недостаток. Вот если, например, в засолке, то это уже качество, эти ворсинки, они немножко как там свариваются, они исчезают. Но если вы свежий будете кушать, то вот его когда ложишь, и вот этот вот бархат, он чувствуется на языке. Но зато перекрывают другие достоинства, очень красивые. Ну вот вообще необычные, действительно, подходишь, и висят вот эти персики. Издалека действительно кажется, что навешали на помидор персик, а какие красивые лохматые с голубым оттенком листики. Все, видеообзор будет, в прошлом году тоже был, нынче я его показывала, но был только, была листва и томатики зрелые, ой, не зрелые, поспеют, еще покажу. 97 воловье ухо, меда традиционный, сорт уже старинный, всем известный. Помидоры воловье ухо, среднеспелый, высокоурожайный сорт, куст индотерминатный, высокий, не слишком ветвистый. С одного метра посадок можно получить более 6 килограмм отборных помидор. Срок созревания растянут на весь сезон. Форма удлиненная, заостренным корочком, напоминающая ухо. Томаты слегка ребристые, кожица плотная, предохраняющие плоды от растрескивания, мякоть сочная, с большим количеством свиных камер. Вкус насыщенный, сладкий, без водянистости. Ну вот это сорт, который люди любят и часто выращивают для засолки. Он вот такой красивой формы, вытянутый. Ну как, он и не пальчиковый, конечно, пальчиковый они по-другому выглядят, но очень красивый. И, как обычно, для раннего урожая его не высаживают, и на салаты его тоже редко когда используют, потому что все-таки вот такие вот все пальчиковые, всякие перцевидные, которые маленький размер, но не крупные, они используются больше для консервирования, для засолки. Ну, кстати, он и на вкус, конечно, вкусный, но почему-то все используют для салатов большие помидоры, потому что их проще резать. Взял один огромный помидор, нарезал на салат, а этих вот надо 2, 3, 4 изрезать. Ну, для консервации идеальный, очень красивый. Номер 90, новичок розовый. Среднеспелый, неприхотливый сорт для открытого грунта, плёночных теплиц. Растение детерминатное, компактное, высота 60-70 см. Кисть плод эллиптический, ну, как сливовидный, только чуть покрупнее. Мясистой массой 8-115 грамм, отличного вкуса, плоды красивого розового цвета, устойчивы к растрескиванию, прекрасно хранятся, переносят длительную транспортировку, отличаются высокой урожайностью, великолепным качеством плодов и комплексной устойчивостью к основным болезням томатов. Вот это вот такой середнячок между крупными и мелкими. Очень красивый розовый цвет, он похож как вот славянин, новичок розовый, огородный колдун. Они все примерно одного свойства. Невысокий, 60-70 см. Удобный в выращивании и в уходе. Если кто только начинает, и, конечно, он высокорослый, двухметровый, если высадит в огороде, будет очень много с ними проблем, но это сложно. Конечно, вот такой 60-70 см, я вот всегда всем говорю, проще. Посадил, подошел к нему, не надо вот там вот эти верхушки куда-то заглядывать в небо, прищипывать. Он сам вершкуется. Я потом летом сделаю видеообзор. Очень красивый сорт рекомендую. Его можно и кушать, можно и на салаты. 99 анита. Новый среднеранний сорт сибирской селекции. Для открытого грунта. Куст хорошо развит, высотой 50-65 см. Требует небольшого посынкования. Плоды ярко-красные и круглые. Выровнены по форме и величине. Очень легкие, хорошо дозревают. 100-110 грамм. Для цельноплодного консервирования. К сожалению, в этом году у меня аниты нет, потому что у меня собралось очень много сортов одинаковых характеристиков. Вот анита, вот этих мелкоплодных, 100-110 грамм, у меня очень много. В этом году я ее не высаживала. Посадить не смогу. Но скажу просто про нее, что она очень простая. 50-60 см. Плод мелкий для консервирования. Для салатов, конечно, он не подходит. Никто такую мелочь в салаты обычно не режет. Обыкновенный простой сорт, нынче его не будет. Номер 100 изящный, раннеспелый сорт для открытого грунта пленочных теплиц. Растение раскиданное высотой 90 см. Плоды красные, округлые, выровненные, массой 70-80 грамм. Вот то же самое, точно такой же сорт, такой же вес, 80 грамм, маленький, такой же низкорослый. Такие же красные, круглые плоды. Их можно даже вот с этой анитой перепутать. К сожалению, ни анита, ни изящного в этом году я не сеяла, потому что слишком много скопилось одинаковых сортов. Вот почти такой же. Щелковский скороспелый 101. Тоже плод округлый, гладкий, красный, весом 40-60 грамм. У меня он нынче есть, я вам его покажу. Его я оставила, потому что хочу вам показать, что его можно вырастить на леднивые грядки, то есть без посынкования, без подвязки. По принципу посадил и забыл. Он такой же, как два предыдущих сорта, но он проще, ну как выращивание, ухода меньше. Экстра ранний, детерминатный сорт. Растение компактное, высотой 30-35 см. Не требует посынкования. Очень простой, вот вообще простой. Отличается быстрая и дружная отдача урожая. Пригоден для загущенной посадки для прямого посева в грунт с середины мая. Вот у меня нынче есть, я его покажу, и эти семена будут, потому что он вот совсем на все случаи жизни. Не хотите выращивать рассаду, можно посадить в огород в середине мая. Он успеет взойти и успеет дать урожай, потому что он, как экстра ранний у него, короткий срок вегетации. Номер 102, Бутуз. Среднеспелый сорт салатного назначения для открытого грунта, пленочных укрытий. Растение детерминатное, высотой 60-70 см. Требует умеренного посынкования. Плоды плоскоокруглые, алло-красные, массой 200-300 г, мясистые, с сахаристой мякотью. Вкусовые качества отличные. Ценность сорта, устойчивость к вершинной гнили, тому-то, тому-то. Очень высокая стабильная урожайность и высокие товарные качества. Рекомендуется для употребления в свежем виде. Этот сорт у меня нынче есть, я вам его покажу. Хороший такой, ну как, середнячок. Он и не огромный, который 400-500 г, он и не мелкий. Идет и на салаты. Тут написано для употребления в свежем виде, но можно делать и консервацию дольками, можно и на кетчупы, и на лечо. Вот именно вот этот ярко-красный, алло-красный цвет, он очень хорошо подходит и для томатных соков, и для всех томатопродуктов. Сейчас гном последний расскажу. И все, на этом закончим. 103 гном. Ну гном я нынче показывала уже, он у меня уже поспел, я урожай собрала, но там еще он будет дозревать. Это, конечно, ранний. Это скороспелка, считается мелкая. Раннеспелый сорт, неприхотливый, низкорослый, детерминантный, для открытого грунта, пленочных укрытий. Куст штамбовый, слабоветвистый, среднеодвесленный, высотой 50 см, не требующий посынкования. Плоды округлые, гладкие, в стадии зрелости, красного цвета, весом 30-60 грамм, хорошего для ранних сортов вкуса, не склонные к растрескиванию, и лёжкие. Вот про вкус я сейчас скажу несколько слов. Я вчера выбирала с них семена, и, кстати, вот все считают, что вот тут даже помечено для ранних сортов, но нынче, то ли из-за жары, то ли из-за чего, даже вот эти у нас ранние скороспелки, они вызрели. Такие сладкие. Я вчера выбирала с них семена и попробовала одну, другую, третью, вот которые чуть-чуть, не до ярко-красного цвета доспели, те немножко с кислинкой, а которые поспели, и чуть-чуть даже на них трещинки появились. Я вот показывала, вдоль теплицы он посажен, весь потрескался. Он такой сладкий. Никогда таких ранних вот этих скороспелок сладких не было. И вот я теперь на опыте на своём убедилась, что то, что пишут, что сладость во многом зависит от количества полученного солнца, томата, во время его жизни, за весь период жизненный. И вот этот год подтвердил вот это вот, то, что я читала не раз, но я как думала, но верила, конечно, но ни разу это не подтверждалось, а нынче было столько солнца у нас, у нас даже скороспелки стали такие вкусные-вкусные, как ягоды какие-то. И вот то, что теперь, значит, когда будут говорить, что скороспелы и сорта вот все кислые, кислятина, это неправда. Это зависит, во-первых, конечно, от условий выращивания. И если солнечное, жаркое лето, то скороспелки вырастают очень сладкие. Вот гном подтвердил это мне вчера. Я вчера наелась столько сладкого гнома. Они не склонны к растрескиванию. Лёшки, это помидоры, имеют универсальное назначение. Вот смотрите, написано, не склонны к растрескиванию. Да, они не склонны, но нынче наш, этот год нам много вот таких вот экспериментов показал. Была жара, было солнце, они стояли все целые. Потом резко начались дожди, и дожди лили вот сколько, 8-9 дней, по-моему, и все спелые томаты, которые были уже спелые, вот эти гномики, они все потрескались. Ясно, что он уже спелый, ему уже наливаться некуда, а растение воду-то потребляет. Конечно, вот эта запись, ну, эти слова, выражения, не склонны к растрескиванию, это при нормальном режиме полива, когда нет переливов. Подходит для свежих салатов, для консервированной переработки томатопродуктов. Урожайность гнома 5,5 килограмм с метра квадратного. Указана при соблюдении агротехники. Томат устойчив к макроспариозу, из-за ранней дружной отдачи урожая не подвержен фитофторе. Да, фитофтора еще нет, а он уже почти весь урожай отдал. Достоинства, стабильная урожайность, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, хорошее качество продукции при засолке, консервации, транспортабельность. Сорт гной включен в государственный реестр по Волговятскому региону для выращивания в открытом грунте. При высадке рассада на постоянное место рекомендуется размещать 6 растений. То есть он маленький, компактный, его надо выращивать загущенно. И про него хочу добавить, что он прекрасно подходит для выращивания комнатного. Если нет у вас огорода, пожалуйста, огород на балконе, на балконе, на лоджии, на подоконнике. Высаживайте гном, выращивайте, он дает хороший результат. Все, с вами была Ольга Чернова, до свидания. Следующие будем продолжать в следующем видеоролике, чтобы не сильно увеличивать время видеопросмотров. До свидания.